Моя Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Знаете, каждую ночь, вот сейчас эти дни, я засыпаюсь с такой молитвой. Боже, в Твои руки отдаю Дух свой, понимая, что это не просто красивые слова. Понимая, что это не просто, знаете, так, чтобы быть на волне. Потому что я понимаю, что реально ночью мы не знаем, проснемся мы или не проснемся. Я когда жду сейчас мою дочь, я подхожу к окну и смотрю постоянно, время так мучительно тянется. И мы с Ритой меняемся периодически, я говорю, чтобы мы так Господа ждали. Вот чтобы мы так ждали нашего Господа, как мы ждем вот такие ситуации. И знаете, я верю, что Бог хочет благословить нас сегодня. Мы сегодня собрались здесь просто, и каждый из нас заплатил свою цену. И я прошу, чтобы вы получили от Господа то, что Он хочет дать вам сегодня, потому что это очень важно. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Тот, Который сотворил нас и призвал нас из всех народов. Тот, Который даровал нам свою Тору, свое живое Слово, Слово, Которое меняет жизнь. Слово, Которое совершает невозможное и Которое укрепляет нашу веру, чтобы мы видели невидимое, как видимое. Я прошу Тебя, Господь, в это трудное время для нас, Боже, благослови нас, общину Твою, детей Твоих, Боже, единством, где бы мы ни находились. Боже, да не будет никакого осуждения, Боже, что кто-то уехал, кто-то остался. Но, Боже, дай нам мудрости, Господь, как вести себя в этой ситуации, уповая на Тебя. Потому что мы хотим, Боже, мы верим в Тебя. И очень легко кричать «Аллилуйя!» «Ура!», когда легко. Но, Боже, когда испытания и трудности, это трудно. Амин. Можно мне и я, если не тяжелым. Сергей Михайлович, кто у нас по должности в армейской? Я дьякур. А нет, а по должности в армейской бывшей. В армейской? Я... Я служил в противовоздушной обороне, отвечал за морально-психологическую подготовку Корпуса противовоздушной обороны к войне. А это по погонам? По погонам полковник. Никогда не думал, что мне будет полковник кафедру носить. Вы представляете? Дети Божьи. Если мы с Богом, видите, даже полковники носят кафедру. Смотрите, наш недельный раздел Торы называется «Ваягель». И это 22-й раздел Торы, 10-й раздел книги «Шемот», книги «Исход». И мы получили, конечно, по первому значимому ссылам текста. И содержит стихи из 35-й главы, 1-я стих, по 38-ю главу, 2-й стих. Итак, о чем же эта глава? Вы знаете, я думаю, что это очень актуальная глава. Потому что 1-й стих, 35-я глава, 1-й стих. И созвал Маше все общество сынов Израилевых и сказал им. Вы слышите? Все общество Израилевых. Бог созвал вас. И Он сказал им. Вот, что побелел Бог сделать. Шесть дней может совершаться работа. А день седьмой да будет свят для вас. День полного покоя, посвященного Богу. Всякий, кто совершает в этот день работу, будет передан к смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний. Не зажигайте огня. Слышите? Не зажигайте огня тех, кто стреляет сегодня по нашим городам. Не зажигайте огня, чтобы ваши ракеты не горели. Не зажигайте огня. Сегодня шаббат Божий. И Бог призвал всех нас, все общество Израиля, чтобы мы почтили Его лицо. Он призвал всех любящих Его. Любящих, призванных по Его изволению. Он сказал всему обществу Израилю. Помните день субботний. Помните, что делал Я для вас. Помните о моей заботе. И что Он повелел сделать. Вы помните? Я надеюсь, что вы читаете Тору, несмотря ни на что. Вы читаете Священные Писания, вы читаете Брит Хадаша, Новый Завет. Потому что мы дети Божьи. И наша пища, это должно быть не только новости, но и Слово Божье. И что говорит Господь? Господь говорит, я хочу, чтобы вы построили Скинию. И я хочу обитать с вами. Я хочу быть вместе с вами, когда вы будете ходить по земле, когда вы будете ложиться, когда вы будете вставать. Но для этого мне необходима ваша помощь. Да, я вездесущий. Да, я всемогущий. Да, я могу делать невозможное. Да, я совершаю чудеса. Да, я тот, кто был, кто есть и кто грядет. Я тот, кто будет тем, кем я должен быть в это время. Но я прошу вас, давайте будем вместе. Писание говорит, приблизься ко мне, и что я сделаю? И я приближусь к тебе. Неужели Бог не может приблизиться к нам? Неужели Бог не хочет, чтобы мы были вместе? Я думаю, что это мечта каждого отца. Как я мечтаю сейчас быть с моими детьми, которые мы разучены, так и Бог мечтает быть с детьми, которые сейчас находятся там, по ту сторону греха. Когда Бог говорит нам, хотите быть со мной? Вы хотите быть со мной? Это просто начало этой главы. И там дальше можно говорить. И там Он объясняет, кто должен это делать. Он объясняет, что это будет. Он рассказывает, Он описывает. И если вы помните, Бог показал вначале Ему на небе и сказал, сделай все точно так, как там. Вот так на небе, сделай внизу. Сделай. Ну, помоги мне. И вы помните, что они начали что? Они начали собирать определенные... Он сказал, что необходимо собрать материалы для скини. Он говорил о жертве. Он говорил о том, что пришло время жертвовать. Время, когда я освободил вас из рабства. Время, когда я кормлю вас манной. Время, когда я веду вас в пустыне, пою водой. Когда я защищаю вас. Пришло время заплатить цену ради наших отношений. Я хочу вам сказать, что это очень тяжело платить цену. Мы привыкли, как люди, порой, что, знаете, МММ, мне мое и много. Знаете, дьявольские МММ. Мне, мое и много. Но Бог говорит, Машиеха, Машиеха, Машиеха. Расшифровываю. Все ко мне, все через меня и все для меня. Говорит послание к римлянам. Дьявол и тут ничего нового не придумал. Он просто исказил это. И Бог хочет, чтобы мы стали частью. Он хочет, чтобы мы были близки с Ним. И это заключается в том, что мы должны прилагать усилия. Мы должны делать. В чем же мы сегодня можем сделать? Знаете, я верю, что Раби Нахман из Брецлова, который совсем недалеко его могила в Умане, он говорил, если вы хотите быть самыми сильными воинами, вам нужно иметь самое сильное оружие. А самое сильное оружие это что? Это молитва. А вера это то, что укрепляет нашу молитву, делает ее сильной, наполняет ее. Но эти слова, которые мы произносим в небо, они не просто так. Это скиния, которая строилась, кажется, какой-то ящик, какие-то ограждения. Но это имело реальную силу. И вы помните, в Йом-Кипур приходил первосвященник, окроплял крышку ковчега. И грехи всего народа что? Грехи всего народа были прощены. Это очень важно. Бог вчера сегодня тот же, он не меняется. Бог вчера сегодня тот же, такой, какой он был 2000 лет назад. 4000 лет назад. Когда стоял, помните эту историю, когда враг окружил город, и стоял этот слуга и говорил, что нам делать? Куда нам бежать? Все дороги перекрыты. Тогда пророк что сказал? Подними свои глаза в небо и посмотри. И что произошло, вы помните? И отверзлись очи его. И увидел он воинство небесное, весьма сильное, великое. И что произошло потом? А утром враги разбежались. Знаете, я сегодня читал утром новости, ну, проснулся от, когда дроны расстреливали, помните, утром, в полшестого. Я прочитал новость, которая просто первая попалась. Казахстан отказался от, 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 участвовать в войне. Выключи. Отказался просто участвовать в войне. То есть, то, что уже начинает, уже враги начинают ссориться между собой. Вы слышите? Враги начинают ссориться. Поэтому эта голова учит нас о том, что мы должны учиться быть верой, стоять в вере, доверять Богу. Были среди этих людей люди, у которых не хватало веры? Конечно, были. Они видели чудеса Божьи, они видели, что происходило, но порою у них не было веры. Но мы видим и другое. Мы видим Бога, который совершает великие чудеса. Мы видим, что через эту стеннюю собрания Бог являл себя своему народу. Мы видим, что через эту стеннюю собрания Бог совершал великую работу в Израиле. Поэтому сегодня, как никогда, как общение Божьей, потому что мы являемся частью нашего народа, частью Израиля, мы нуждаемся именно в этом. Мы нуждаемся быть в единстве. Потому что написано, все они едино были, да, и они понесли каждый по желанию сердца. Мы можем сегодня стоять в молитве, это самое сильное оружие. Мы можем помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы можем поддерживать друг друга в молитве. Мы можем давать продукты тем, кто нуждается. Мы можем помогать тем, кто хочет выехать, Потому что есть люди, которые не могут выдержать, не такие, может, как вы, сильные духом. И это тоже нормально. Потому что когда Иисуса взяли, что случилось с апостолами? Они убежали. Но Иисус им не сказал, ребята, вы что, забыли, что творилось? Он сказал, идите во все народы и несите благую весь Машееха. Идите во все народы. Поэтому эта глава говорит нам о многом. Ни в коей мере мы не должны... И заметьте, никто не осудил никого. Что тот принес больше, тот принес меньше. Но было столько, что что сказали? Достаточно. Все, хватит, пожалуйста, не несите. Вы слышали такое когда-нибудь? Вам дают деньги, а вы говорите, все, больше не надо. Не нужны мне эти деньги. Зачем? Это хорошая глава. И Бог избрал определенных мастеров. И написано, что на них был Дух Божий. И через них Он творил эту небесную скинию, которая была вверху, и она стала отображаться на земле. Понимаете, о чем я сегодня говорю? Понимаете, что я сегодня хочу вам сказать через эту главу? Бог хочет сказать нам, мы все строители скинии. Мы сегодня строим эту скинию единства, близости с Творцом. Это скиния, как правильно, Мишкан, да, Ковчег Завета. Это скиния единства, скиния единства Бога и человека. Это что потом произошло в Ешуа, когда наш Машиях умер и когда Он воскрес. И вместе с Ним мы стали этими начатками, и мы вошли в святое святых перед престолом благодати, на котором сидит Творец. Сегодня время, когда мы должны научиться многим урокам. Сегодня время, когда мы должны учиться доверять Богу. И самое тяжело, это именно вот это. Это именно доверять, верить, надеяться. Я сейчас понимаю, что где-то там, в Киеве, в Херсоне, может под Одессой идут бои. Гибнут люди. Знаете, люди творение Божье. И я понимаю, что враг рода человеческого сделал все возможное, чтобы это произошло. Но сегодня мы должны помнить, что мы украинцы, евреи в Украине. Наша община в Одессе, и мы любим нашу страну. Независимо на всякую ложь, обманы, которые говорят про нас. Мы любим Россию, мы любим Беларусь. Мы любим, но мы не любим этот дух. Дух врага, который пришел, чтобы погубить нас. Который пришел, чтобы поработить нас. Который хочет догнать нас в Египет. В то рабство, из которого мы выходим. Со скрипом, со слезами, с ворчанием, как Израиль выходил из Египта. Вы слышите это? Вы дети Божьи. У меня осталось две минуты. И я хотел бы, чтобы эти две минуты мы помолились. Потому что самое лучшее наше оружие – это молитва. И давайте в Писании написано, возвысим наши голоса. И будем как шафар. Будем как труба, провозглашающая победу Господа. Стены Иерихона, они рухнули. Стены Иерихона, они рухнули. Стены Иерихона, они рухнули.